Комета, пираты, валентинки, апельсин, жаркие, рулевые. Это не набор слов. Это название команд семьи из совхоза имени Ленина к семейным соревнованиям готовы всегда. Особого приглашения на мероприятие не требуется. У нас постоянные такие мероприятия, именно семейные. Вот эти мероприятия приурочены к неувлюбленным. Это не случайные семьи. Они к нам приходят в центр спорта, занимаются спортом. Мы не стали останавливать это мероприятие, отменять в связи с тем, что объявлен карантин. Потому что по показаниям, которые есть у нас по поселению, детей заболевших не так много. Я считаю, что это есть показатель того, что у нас очень много занимается спортом. Добежать, попасть в цель, перепрыгнуть, но главное сделать это лучше, чем сосед. Соревновательные правила знакомы всем с детства. Основная загвоздка в том, чтобы трехлетний сын смог выполнить то же самое, что и папа. Мы коллективом с центром спорта придумываем эстафеты и каждый раз стараемся, чтобы новое. В прошлом году очень хорошо прошел канат. И в этом году, вы видите, очень красиво и интересно. Скорее всего, он будет традиционным у нас. Канат тянули так, как будто от этого зависело благосостояние всей семьи. Сдаться, отдать победу или пробежать для галочки – нет. Не для этого сюда пришли спортсмены. Команды настолько самоотверженно все делали, что даже некоторые мамы с папами уставали. Волю к Виктории организаторы мероприятия поощрили. Щедро главный кубок унесла домой семья Власовых. А ней же команда Валентинок. Мама Катя, к слову, оставила дома двухмесячную Анюту. А в раздевалке центра спорта старшую сестру и родителей ждала полуторагодовалая Маруся. Мы каждый год участвуем. Мы три раза участвовали. И три раза победили. Папа Сергей – футболист. Александр занимается спортивными и бальными танцами. Екатерина находит время для волейбола. За третью победу понесут домой главный приз – Большой телевизор. Татьяна Кременецкая, Алексей Ильин, Владимир Бижонов. Видное ТВ.